Сегодня буду делать свекольную икру, или как ее называли в Киеве, буряковая икра. Первым делом я взяла одну большую луковицу, сейчас буду ее пассеровать на масле. И также я на пару отварила несколько крупных свеколок, бурячков. Вот у меня здесь две большие и, наверное, четыре, я бы даже сказала, три большие и три маленькие свеколочки. Сейчас я очищу их от шкурки и натру их на терке. В это время я буду пока что нарезать, пассеровать лук. Лук обжаривается, я его буду обжаривать до прозрачности. До просто такой, до приятного запаха и до того, чтобы он стал мягенький. Итак, свеколка готова. Вот мои бурячки. И они очищенные. И вот моя терочка. И вот я на этой крупной терочке сейчас буду их натирать. Вот такая у меня натертая красивая свекла или бурячок готова к тому, чтобы идти к луку в кастрюлю и тушиться вместе. Ну вот, это мой лучок. Он вот так вот подтушился, обжарился. У него очень приятный запах. И он стал мягкий. Цвет я не хотела, чтобы был темный. Он такой слегка порозолил. Этого достаточно. Теперь в него пойдет натертая свекла. Я добавила свеклу к луку, который потихонечку дошел до мягкости. Все перемешала и добавила еще несколько ингредиентов. Теперь оно потушится, пока не станет однородной массой. Я добавила одну, буквально чайную ложку вот этого кетчупа. И добавила одну, примерно тоже чайную ложку вот этого сырого тростникового турбинада сахара. И буквально щепоточку соли. Также я чуть-чуть добавила водички, обыкновенной кипяченой воды. Тоже буквально столовую ложку. Для того, чтобы эта смесь стала однородной. Вот такая получилась чудесная свекольная икра. Очень сочная, очень вкусная и очень полезная для здоровья.